Богородское объединение, выставочный зал у Москвы, открылась персональная выставка Юлии Самсоновой, посвященной физической культуре и спортивным достижениям. Посетителей ждут более 40 живописных работ, а также объекты в технике ассамбляж. Экспозиция дополнена фотозоны на тему большого тенниса. Именно оттуда решила начать осмотр выставки и моя коллега из сети Настя Арсланова. Настя сейчас уже присоединилась. Я тебя приветствую, с удовольствием передаю тебе слово, рассказываю подробности. Привет. Да, я сейчас нахожусь в фотозоне, которая посвящена большому теннису. Здесь очень ярко. И, кстати, можно взять ракетку и вместе с ней сделать красивые фотографии. Причем самое интересное, что здесь можно как начинать, так и заканчивать просмотр экспозиции. Потому что вся выставка построена по такому принципу, что картины связаны между собой по смыслу. Всего тут 40 экспонатов и охватывают они, наверное, почти все виды спорта, ну, как минимум из известных лично мне. Есть футбол, баскетбол, настольный теннис, синхронное плавание и даже что-то на байдарках. Четкие элементы, геометрические линии, никаких широких и грубых мазков, а где-то радующая глаз перфекциониста симметрия. Мне эти работы напомнили фильмы режиссера Уэса Андерсона. Все это создавала художница Юлия Самсонова, причем в разных техниках, а в каких именно нам рассказала куратор выставки. У художницы экспериментальные техники, она их сочетает все в каждой работе. Техника а-ля прима, то есть это как раз та самая техника, когда работа создается за один прием, потом практически в нее ничего не добавляется. Техника постозности, это когда мы видим какой-то массив фактуры, текстуру, краски. И, наконец, техника градиента, когда художник намеренно отказывается от большого количества цвета и разбавляет его белой и черной краской. В статичных композициях автор пытается найти характер и главную особенность изображаемых видов спорта. Сочетание простых форм, пластических линий и контрастных цветов отсылают к авангардному движению прошлого столетия. Потому что тогда вся страна повально увлекалась физкультурой, и это вдохновляло многих творцов. От художников Казимира Малевича и Натальи Гончаровой до монументалиста Александра Дейнеки и Веры Мухиной. Кто знает, может через несколько лет и Юля Самсонова впишет свое имя в один ряд с такими метрами. Выставка работает до 21 апреля, билет 300 рублей. И, кстати, галерея Богородская находится напротив выхода из метро Бульвар Рокоссовского. Продолжение следует...